Сегодня мы будем отбеливать вот эту вот тюль. После лета она совсем стала вот какая-то серая. И мы ее сегодня отбелим и разрежем, потому что тюль 7 метров. Это балконная, она выходит у меня на балкон, поэтому мы ее сегодня будем в спальне стирать. Сняла тюль, очень пыльная, после лета конечно грязная, очень даже, вот она прям серо-черная. Хорошо вытрезнули, сейчас я буду ее резать, потому что у меня тюль 7,5 метров. И я ее хочу порезать пополам, эту вот тюль разрезать, чтобы было удобнее истирать и вешать. И тем более, что это балконная тюль, она мне мешает, туда-сюда двигаем. И мы ее сейчас начнем резать. Ножничками такими портновскими, чтобы не высыпалось, мы начнем резать. Тюль конечно для меня 7,5 метров, это уже сложно истирать ее, поэтому мне ее не жалко. Она у меня уже давно, лет наверное 10. Этот тюль мужского рода, а то начнут сейчас поправлять. Тюль был 7,5 метров, конечно, очень тяжелый. А сейчас вот легкие, ее удобно будет и постирать, и повесить. Сейчас буду я тюль оберлаживать. Такая беечка беленькая, вот аккуратненько. Сейчас мы ее сделаем и будет у нас будет красота. Тюль вытряхнула, и я все равно сейчас замачиваю в холодной воде, чтобы смыть оставшуюся пыль. А потом начинаем процесс стирки. Смотрите, какая у нас пыль грязи вседает на нашу тюль. Как вы знаете, что тюль стирают только в теплой воде, не выше 40 градусов. А как определить, сколько градусов, если нет термометра под рукой? Вы просто опускаете руку и ощущаете приятное такое ощущение. Если руку обжигает, то, конечно же, вода свыше 60-70 градусов. У меня в тазике 5 литров воды теплой, 40 градусов. Я беру 2 ложки соды с верхом и 2 ложки порошка. То же самое с верхом. Хорошо размешиваем, чтобы не было комочков. И опускаем нашу тюль в этот раствор. Так как у меня тазик маленький, я буду делать в двух тазах по 5 литров. Так же самое по 2 ложки соды и порошка. И буду выдерживать около 37 минут. Смотрим наш результат. Как они тут. О, смотрите, какая вода черная. Ну вот она. Значит, сода все-таки дает. Теперь, что в одном тазике и в другом. Такая же ситуация. Черная вода. Ну что, сейчас мы будем. Постираю, прополощу и дальше продолжим. Загрузила тюль в машинку стиральную на деликатную стирку без отжима на 15 минут. Наш тюль приобрел совсем другой вид. Совсем посветлел. Красивый стал. Берем 250 миллилитров теплой воды и 10 капель зеленки. Только не переборщите. Иначе спортим тюль. Вот, смотрите, зеленка приобретает голубой такой вид. Не зеленый, а именно голубой. Чтобы закрепить этот цвет голубой, добавляем 2 столовые ложки соли. Перемешиваем. Этот раствор мы выливаем 10 литров воды. Немножко соли еще осталось. В такой голубой цвет мы опускаем наш тюль. Все оставляем на 10 минут. 10 минут у нас она полежала. Вид красивый. Приобрела такой белоснежный. И мы вытаскиваем, не выжимая, даем стечь. А потом будем вешать на карниз. Для сравнения, тюль в зеленке, какой цвет имеет и обычный. Тюль повешен. Вот, смотрите, как свеженько сразу стало. Вот она беленькая прям. Чуть-чуть голубизна такая. Вот видна, как видите. Вот, моченька свежо выглядит. И хорошо теперь вот обрезала. И вот хорошо теперь на лоджию выходить из двух половинок. Прекрасно. Вот так вот освежила, обновила старую свою тюль. Ну, а теперь следующий мой ролик будет на кухне. Я покажу, как я ухаживаю за скинале фартуком на кухне. Вот так вот сам. Продолжение следует...